Как настроить свое мышление на успех и вообще зачем это, что это, для чего это, с чем это едят, почему нашему мышлению необходимо иметь некую сонастройку. Давайте начнем с базовых вещей. Если вы не смотрели мои видео, то наверняка после просмотра этого вам захочется посмотреть больше, для того чтобы понять принципы, о которых я буду говорить, но если смотрели, значит вам будет более понятно. Мы с вами рассматриваем наш мир с точки зрения квантовой теории, суть которой достаточно проста и заключается в том, что все в мире есть сознание и энергия. И по сути все мы с вами, все, что находится вокруг нас, выглядит не так, как мы это видим с вами в одной из наших реальностей. Она, безусловно, существует. Это наша реальность пространства и времени, где мы можем с вами замечать и отличать предметы, время, в котором мы движемся. Но если посмотреть с точки зрения квантовой физики, а величайшие умы физики, да, величайшие люди, которые изучают физику, очень много трудов уже на эту тему пишут, говорят о том, что мы действительно все являемся сознанием и энергией. И это означает, что все является неделимым, и таким образом все в мире взаимосвязано. А если все в мире взаимосвязано, а сознание формирует энергия, соответственно, мы как люди, у которых есть сознание, можем создавать свою реальность. И не только можем, но и делаем это. Но поскольку занимаемся этим неосознанно, то и результаты у нас у всех отнюдь не выдающиеся. И все эти истории, связанные с болезнями, связанные с целями, которые у нас не выполнены, связаны с нашим ощущением, что все не то и все не так, это, собственно, результат нашего мышления. Вот, как говорится, какое мышление, какое сознание, на что мы заточены, насколько мы образованы, это мы и в состоянии с вами получить. А точнее, мы получаем это с вами каждый день. И сегодня я бы хотела поговорить с вами о том, каким образом нацелить свое мышление на успех. Ведь если мы говорим о том, что мы можем сами с помощью своего сознания формировать нашу реальность, то почему бы нам это не делать? И почему бы нам для себя не выбрать то, что мы хотим иметь в жизни? Не по принципу того, что получилось, или, как говорится, остаточный принцип, что там получилось, то и далее, а по принципу того, что, представьте на секунду, вы можете сами загадывать то, каким образом будет складываться ваша жизнь, то, кем вы будете, то, сколько вы будете иметь, чего, то, какой образ жизни вы будете вести и так далее. И в целом, в такой общей массе, именно это будет в вашей жизни пролонгировать и будет являться основным. Так как же это получается? И почему сегодня в вашей жизни основным является совершенно другое? Почему сегодня в жизни, как мы говорим, обычного, нормального человека много проблем, и мы говорим «это нормально»? Почему в жизни обычного, нормального человека гораздо больше каких-то болезней, негативных ситуаций? И когда вы садитесь за стол со своими близкими или на диване, то первые темы, о которых вы начинаете говорить, — это нехватка чего-то, это то, как у кого-то что-то не получилось, это то, как тяжело живётся и так далее, и так далее. И вот вам сразу же первый ответ на вопрос, на что настроено ваше мышление. Нам обычно, никто нас не обучал и не говорил о том, что мы можем с вами выбирать мысли, которые мы хотим с вами думать. А наши мысли определяют наши действия. Ну, согласитесь, если вы встали сегодня и подумали о том, что день сегодня фиговый, выглядите вы не очень, и, скорее всего, сегодня у вас не получится то, что вы задумали, то очень мало шансов на то, что день пойдёт по-другому. Правда? И вдруг всё станет суперуспешно, и у вас будет потрясающее настроение, и у вас всё получится. Нет. Вы сами себя настраиваете. Это очень сильно похоже, когда вы берёте телевизор, пульт от телевизора или крутите радиостанцию, там нажимаете на кнопочку, и вот вы ставите, например, включаете новости, да, а почему-то там не идёт на канале новостей мультики. Очень странное явление. Или вы нажимаете на мультики, а там почему-то не показывают новости. Вот с нашими мозгами точно так же. Очень часто вы можете за собой понаблюдать, провести следственный эксперимент и посмотреть, понаблюдать за своими мыслями, за тем, о чём вы говорите. Как часто вы жалуетесь, как часто вы говорите себе «нет», «не получится», «это не для тебя», «это дорого», «мы бедные». Эти вот понаблюдайте. Попробуйте хотя бы один день за собой очень внимательно понаблюдать, и вы увидите, сколько мыслей негативных вы о себе найдёте. Это будет для вас открытие. Но зачастую вы увидите, что вы гораздо чаще всегда ругаете, что вы гораздо чаще находите в себе недостатки, что вы гораздо больше и чаще недовольны жизнью, и видите то, что у вас не получается, то, в чём у вас вы нехороши, нежели обратно. И даже когда у вас что-то получается, вы всё равно сразу же жалуетесь на то, что у вас не получается. Вас, когда кто-то хвалит, вы говорите «да, очень хорошо, но вот в этом-то я плохой». Когда говорят «вы похудели», вы говорите «да, похудел, но он живот у меня огромный остался» и так далее. Это очень классно можно понаблюдать за тем, как мы с вами принимаем комплименты. Помните, когда вам кто-то делает комплимент, в следующий раз, когда это произойдёт, отреагируйте и зафиксируйте свою эмоцию. Как в этот момент вы непременно должны оправдаться, должны сказать, что нет, на самом деле вы так не думаете, что платье это старое, о котором мы сделали комплимент, и что некоторые даже настолько у них это уже всё глубоко, что они даже считают, что над ними поиздевались. То есть им сделали комплимент для того, чтобы над ними посмеяться. Вот я такие вещи наблюдаю, что иногда бывает, человеку говорит что-то хорошее, и я вижу, как он теряется, а потом узнаю от кого-то, что он считает, что я над ним издеваюсь. То есть это уже очень такое, знаете, это глубокое погружение, глубокая стадия заболевания, но тем не менее. Итак, речь идёт о том, что нам с вами необходимо научиться нацеливать своё мышление, намагничивать, я бы даже сказала, на успех. И один из законов нашего мышления гласит о том, что подобные мысли притягиваются к подобным, мало того, подобные эмоционизированные мысли. То есть когда вы о чём-то думаете, о чём-то говорите, постоянно это обсасываете, у нас такая есть опция, вы притягиваете к себе ситуации различные и обстоятельства, которые будут приносить вам подобную эмоцию. То есть если вы чем-то недовольны, то вы будете подтягивать себе ещё больше ситуаций, обстоятельств, в которых вы будете недовольны. Это происходит на квантовом уровне энергии. Вы просто, как кнопочка, которая загорается серым цветом, притягиваете к себе всё серое автоматически, то есть без разбора. Все ситуации, которые рядом с вами находятся, серенькие, они к вам все притягиваются. И если вы достаточно неосознанны и не понимаете этого, то вы в какой-то момент входите в такое состояние и говорите, что ж такое, что оно всё на меня валится со всех сторон, помните? И со всех сторон повалилось. Вот, собственно, ответ на вопрос. Но есть ещё один прекрасный закон, суть которого сводится к тому, что мы имеем право выбирать мысли по собственному выбору. То есть мы с вами достаточно сознательные существа. И мы, например, если с вами, я покажу вам «иди туда», а потом скажу «иди туда», а потом скажу «иди туда», вы можете очень быстро поменять направление. Я, например, когда занимаюсь на групповой тренировке со своим тренером, он даёт какое-то упражнение, там какие-то шаги, например, и он нам дирижирует туда-сюда. Это упражнение на внимательность, на скорость, да, и ты в этом вот ситуации очень быстро меняешься. Так вот, с нашими мыслями обстоит точно так же. И когда вы сильно рассержены, когда вы очень грустны или когда вы сильно весёлы, вас можно попросить, и вы сами себя можете заставить, например, перестать плакать или перестать смеяться, или перестать грустить, или перестать думать на эту тему, а начать на другую. У нас это с вами, ну, как бы не физическое действие, когда мяч запустили, он летит, и мы не можем его сейчас никак силой мысли или чем-то ещё повернуть влево или вправо. Он летит просто вперёд. Но человек может это с собой сделать. То есть, когда вы, например, встаёте, или происходит какая-то в вашей жизни ситуация, или даже ничего не происходит, но вы замечаете, что вы себя постоянно ругаете, или вы постоянно с собой недовольны, или кем-то недовольны. Есть некие ситуации, которые вас постоянно штырят. Вы должны понять одну простую вещь, что чем больше вы будете сжать на эту ситуацию, чем больше вы будете ей недовольны, тем больше вы будете притягивать ещё больше недовольства по этой ситуации и по каким-то другим, которые будут вызывать у вас такое же ощущение. Вы можете называть это реальностью, вы можете называть, что как решить ещё проблему. Но, как бы, если говорить с позиции обычных людей, то да, обычные люди решают ситуацию так, вот эту проблему усугубляя, обсуждая её и пытая что-то сделать. Но люди, которые немножко знакомы с подсознанием, люди, которые знакомы с такой темой, как мышление и раскачка сил, использование сил своего разума, знают, что в этом случае нужно поработать с энергией и прежде всего прекратить делать то, что не приносит тебе позитивных результатов и засадить в свою голову, убрать те убеждения, которые тебе мешают. То есть всегда есть некое убеждение, у меня не получается, потому что я неталантливый человек. Я родился в бедной семье, поэтому у меня нет шансов построить себе успешную карьеру и так далее. Это может быть абсолютно любая тема. Первая задача – это всегда словить вот это убеждение и заменить его на обратное. То есть зачем это делать? Ну, во-первых, вы должны задать себе такой вопрос. Вот я думаю об этой мысли, она мне кажется реальностью, она меня отравляет, эта мысль, она не приносит мне ничего хорошего. Зачем я буду дальше продолжать это делать? Впоследствии может ли эта мысль принести мне что-то позитивное? Но ответ естественный – нет. Тогда, возможно, мне стоит попробовать делать что-то другое. Ну, зачем делать то, что точно принесёт тебе только страдания? Давай я попробую сделать что-то другое. И первое, что вы должны сделать, это изменить это убеждение на другое. Это самое лёгкое. Сказать «У меня всё получается. Я нахожу, например, я нахожу себе прекрасную работу, или я человек, который притягивает деньги». Ваша задача, как бы это абсурдно сейчас ни звучало, силком посадить в свою голову ту мысль, которая вам необходима, и начать её прокачивать. Путь подключения к нашему подсознанию достаточно прост. Он проходит через пути постоянного повторения, многократного повторения того, что вы хотите в свою голову вдолбить. Ведь всё, что на сегодняшний день вдолбилось в нашу голову, вдолбилось путём многократных повторений. Вот вам ответ на вопрос, почему, когда вы смотрите телевизор, ну, может быть, вы его ещё смотрите, я помню, раньше точно мы его все смотрели, я никогда не понимала, почему через каждую секунду бывает такое, что реклама три раза идёт подряд одна и та же. Помните, вот три раза одна и та же реклама с рекламным слоганом. Ты сидишь, думаешь, что это дурак, или у них там сбой какой-то, зачем они это делают? Ну вот, множество реклам было, я помню, тает, тогда мы идём к вам. Какие-то слоганы. Помните, кто-то, кто постарше, вот мы недавно в каком-то из чата вспоминали про такой напиток был Юпи, просто добавь воды. Это был девяностый год где-то, но мы все помним этот слоган. А ещё была песенка. Вода была без вкуса, без вкуса, без цвета, без запаха. Пока мы не узнали Юпи, ведь Юпи, что-то там побеждает нас. Юпи, это просто класс. И потом Юпи самый радостный вкус, Юпи самый радостный смех, Юпи сумасшедший успех. Ну а цена, это просто смех. Юпи! Хер знает, когда это было. Надо найти эту рекламу замечательную. Но мой мозг это впечатал в себя. Прошло, ну, 30 лет, а я помню это. Я вот только что это пела, я не повторяла эту песенку, она у меня не записана. Но она вдолблена в голову. То же самое происходит со всем остальным. Всё, что вы сегодня имеете в виде своих проблем, в виде своих ограничений, в виде всего остального, вы вам вдолбили в голову. И то же самое вы можете сделать с собой, вдолбив в голову, совершенно другие программы. А когда вы их вдолбите, то ваша подсознательная программа, точнее, ваше подсознание начнёт работать таким образом, что оно начнёт притягивать ситуации и обстоятельства, которые будут вам вот эти программы отрабатывать. То есть, если вы богаты, значит, давать вам возможность быть богатым. Теперь давайте с вами немножко по теме. Значит, очень важно для того, чтобы мы могли с этим работать, сформировать у себя подсознательное… Неправильно. Чтобы мы могли с этим работать, очень важно сформировать у себя мышление, нацеленное на успех. Каким образом это сделать? Наша задача – объяснить нашему сознанию, а что такое успех? Оно должно изначально, как в классе. Помните, когда ребёнок учит буквы, ему показали букву «Б»? И потом вот вы с ним едете где-то, и вы говорите, вот смотри, вот это вот, видишь, написано «Баба» – это буква «Б». Вот это, видишь, написано «Бессарабка» – это буква «Б». А потом вы однажды едете, а он говорит, «Мама, мама, смотри, написано на заборе, блядь, это буква «Б». И он начинает эту букву «Б» везде узнавать, да, сам уже, уже без вас. Но изначально он не знал, что это буква «Б». Вот ваше сознание должно понимать изначально, что такое успех. Вы должны его прокачать. Значит, для чего? Для того, чтобы оно начало думать успехом, вибрировать успех, и везде его замечать, этот успех. Потому что успех вокруг нас на самом деле повсюду. Построенные здания, рабочие места, бизнесы, дороги, которые есть. Успех повсюду. Люди, вот у меня, я тут живу вообще в месте, где вообще все воняет успехом. Так что новые тачки, в каждой квартире люди зарабатывают, которые живут безумные деньги. Каждая квартира стоит от 500 тысяч долларов, ну, по крайней мере, вот на этаже. Вообще, понимаете? То есть успеха полно, но мы его не замечаем. Мы же замечаем совсем другие вещи. Мы замечаем проблемы, неудачи. И нам кажется, ну, я же не богат, у меня же нет успеха. Но наша задача с вами понять саму вообще концепцию успеха. Что это означает? Потому что для людей успех – это нечто вот то, чего у меня нет. В большинстве своем случаях человек вот говорит, например, как вы достигли успеха, не понимая, что успеха достигает каждый. Просто планку можно повышать всегда. И, понимаете, как бы все познается в сравнении. Если вы будете себя все время сравнивать с кем-то очень большим, то никто, в принципе, успешным не будет, потому что все по отношению один к другому всегда маленький. И самые успешные в Украине абсолютно неуспешны по отношению с человеком в мире и так далее. Но вы должны понимать, что успех, вот сейчас мы об этом поговорим, он на самом деле, большой успех – это скопление маленьких, маленьких успехов. И для того, чтобы мы с вами могли притянуть больше успеха, нам необходимо научиться замечать каждый успех, который у нас есть. И это очень важно. Подумайте о том, что вообще от природы каждое существо стремится быть успешным. Это вообще нормальная, абсолютно эволюционная среда. Вообще вдумайтесь, о чём говорит мне часто мой дорогой муж, о том, что насколько невероятно вообще является, что люди рождаются. Вот именно ты, говорит, родилась. Вот представляешь, это какое-то безумное количество миллионов, триллионов этих сперматозоидов, которые во всем этом процессе один самый сильный побеждает, и он соединяется с этой одной яйцеклеткой. И они каким-то образом дальше начинают вырастать, значит, и превращаться в плоды и потом в человека. Говорит, вообще вот представь себе всю эту фантастику, что ты победила, ты победила благодаря тому, что вот этот сперматозоид, вот эта яйцеклетка, ты вырвалась в жизнь. Ведь было ещё миллиард других претендентов на эту роль. Поэтому это уже первый успех, который у вас есть. И таких успехов можно замечать за собой на самом деле очень много. потому что у каждого из нас есть то, чем мы можем гордиться. И то, что мы родились, то, что мы закончили школу, может быть, не все. И у нас есть множество поводов, то, что мы родили детей, то, что мы сделали что-то хорошее, важное или нужное, то, что мы ходим на работу. И там, неважно, человек, даже тот, который вывозит мусор, он тоже делает большую работу, потому что каждый должен делать что-то. И наша задача находить для себя те вещи, в которых мы молодцы. Потому что большой успех, повторюсь, это составляющая маленького успеха. И нам с вами необходимо научиться концентрироваться на этом. Потому что, если мы не научимся этого делать, то нам успеха, в принципе, никогда не видать. А не видать, потому что мы его не ищем, и мы его не смотрим. Мы всё время с собой недовольны. Почему вы тогда считаете, вот многие говорят, вот если я бы заработал миллион долларов, вот поверьте мне, вот заработали бы миллион долларов, вы были бы расстроены тем, что вы заработали только один, потому что планировали 10. Это такая иллюзорная история. И для того, чтобы мы с вами могли начать это ценить, нам необходимо обратиться уже к тому успеху, который у нас с вами есть. У нас с вами есть самое главное. У нас с вами есть сознание, подсознание и способность выбирать свои мысли. Это очень важно. И не нужно быть сильно умным и продвинутым для того, чтобы понимать, что если мы выбираем свои мысли как бы неудачника, если мы выбираем мысли человека, который ничего не может, ничего не хочет, то успехом это вряд ли назовёшь. Ну, 100%. Поэтому для того, чтобы мы нацелили своё мышление на успех, нам необходимо начать его замечать вокруг себя и в себе самих. Я хочу дать вам несколько важных моментов, на которых я хочу, чтобы вы обратили своё внимание. То есть первое, вы должны понять, что каждый человек по своей природе заточен на успех. Успех – это не то, что выдавалось, как часто говорят, когда Господь Бог выдавал это, «это тебе не выдал», он куда-то там отлучился, уже не помню всех этих гениальных фраз. Но суть в том, что нет. Вот успех – это то, что имеет возможность добиться каждый человек, потому что на клеточном уровне мы так запрограммированы. Наши клетки имеют возможность самоисцеляться, это ли не является успехом. Наше сознание способно создавать нашу реальность, это ли не является успехом. Но мы с вами, поскольку неосознанные, поскольку мы всё время недовольны чем-то, почему-то у нас есть, наверное, некий какой-то генетический код, мы этого не делаем. Поэтому первое, что вы должны понять, что нам необходимо создать энергетическую вибрацию успеха. А для этого нам необходимо создать для себя ряд определённых убеждений, которые нам нужно путём многократных повторений засунуть в свою голову, для того, чтобы поверить как минимум в то, что я достоин успеха, что я излучаю этот успех. Но как это сделать? Ну, можно это всё повторять, и это будет, кстати, работать, но тем не менее. Давайте я расскажу вам парочку техник, которые вам в этом помогут. Первая, одна из техник, которые мы делаем в клубе, это использование списка достижений. Возьмите и создайте себе список достижений того, что вы в жизни сделали хорошего. Чем вы можете гордиться? Вначале у вас это может вызвать ступор, типа, нет у меня достижений, но это абсолютная неправда. Возможно, вы хорошо шьёте. Я, например, говорю. Возможно, вы очень вкусно готовите, возможно, вы очень классно читаете сказки, ваши дети обожают вас. Возможно, вы прекрасная мама или прекрасный отец. Это ли не является моментом успеха? Возможно, вы что-то в жизни достигли, что-то приобрели, купили, сделали, создали, открыли бизнес, или очень классно делаете свою работу, или часто заслуживаете благодарность людей. Вот знаете, иногда бывает, заходишь в супермаркет, ну, казалось бы, сидит там кассир, ну, обычный кассир, ну, он так с тобой разговаривает, так с тобой работает и хорошего дня тебе пожелает. И настолько приятно, что тебе прям тепло становится. Ты думаешь, блин, вот как удивительно, вот этот человек сидит здесь, но он настолько кайфовый, или парковщик, который тебе открывает дверь, и он тебе делает хорошо. Вот он тебе на энергетическом уровне делает хорошо. Научитесь признавать то, в чём вы хороши. Проанализируйте это и создайте себе такой список. Не сравнивайте эти достижения в контексте «я не стал президентом мира» или чего-то. Ещё раз, большой успех начинается с маленького успеха. И если вы не научитесь находить, фиксировать и вибрировать маленьким успехом, то вы большой не сделаете. Помните, когда смотришь на огромного красивого снеговика и думаешь, «Вау, какой красивый!» но ведь он начинался с маленькой кочерыжки снега, которую ребёнок держал в своих руках. И затем прошла определённая работа, и эта маленькая кочерыжка превратилась в огромного красивого снеговика. Любой маленький ребёнок, вообще любой гениальный человек начинался с маленького ребёнка, который изначально не умел говорить, не умел ходить, делал ошибки, плохо учился в школе и так далее. Но прошло время, и он превратился в какого-то потрясающего, гениального человека, который создал определённые изобретения или сделал нечто в мире очень ценное и важное. И вы должны понимать, что это есть некий путь, и все с чего-то начинают. И самое плохое, что вы можете делать, это обесценивать себя. А я постоянно слушаю, как люди извиняются за свой успех, считая его недостаточно успешным. Понимаете? Недостаточно. И сколько раз я сама ощущала неловкость, когда люди говорили мне, Ольга, а как вы допстигли успеха? Я так стояла и думала, господи, ну о каком успехе они говорят? Ну что здесь успешного? Мне кажется, я сама в себе опять замечала только недостатки, того, что я не сделала. Ведь я же планировала гораздо больше, а сделала так мало. Ведь я же могла вот как он, а я не сделала как он. И вот эта вся история постоянного сравнения с кем-то абсолютно лишает нас энергии и лишает нас достижений цели. Помните, бывают такие люди, я не знаю, как обстоят дела на самом деле, никогда этим особо не интересовалась, но есть такой персонаж, которого зовут моя, как это называется? Господи, не одна фамилица, хотела сказать одна фамилица. В общем, простите, у меня мозг тупит. Оля Бузова, да? Человек, совершенно феномен, как по мне, потому что это вроде бы абсолютно обычная девушка, да, там, не знаю, с какой она аудиторией. Я просто пару раз в Ютубе, значит, видела о ней какие-то программы. И я понимаю, что это совершенно феноменальная история про то, что человек, если бы она слушала всех, что о ней говорят, то она бы никогда ничего не достигла. Но она настолько была сосредоточена на своей цели, что она получает феноменальный успех, хотя я даже до конца не понимаю, в чём, кто она, где её гениальность, что. Но это вот успех Личности. Это как раз потрясающий прорыв и показатель того, что человек, который вроде бы, ну, не назовёшь её гениальной певицей или гениальной телеведущей, я не знаю, кто она ещё. Но вот это вот этот прорыв колоссальнейший. И я уверена, что такие вещи происходят именно тогда, когда человека в желании победить и вырваться заполоняет всё остальное. и так, как правило, другие люди говорят о них, что ой, они там такие, сякие, идут по трупам. Но заметьте, другие люди опять-таки о ком-то говорят. Ваша задача понимать, будете ли вы говорить о ком-то, обсуждать кого-то или вы будете сосредоточены на себе. Чем больше вы сосредотачиваетесь на себе, чем больше вы начинаете ценить себя, замечать себя и ставить собственные цели, тем больше у вас шансов для того, чтобы достигнуть того самого успеха. И повторюсь, любой большой успех начинается с маленького. Я не вижу для успеха определения возраста, профессии, пола, внешнего вида. Нет. Вот не вижу. Я вижу определение успеха только в самобытности. Я вижу успешных людей достаточно самобытных и интересных. Иногда шокирующих, иногда тех, которые мне страшно не нравятся. Но тем не менее, посмотрите на Настю Ивлееву, человек, который тоже, казалось бы, на чем она крутанулась. Да, был Орел и Решка, но ведь в Орле и Решке много ведущих. Да, у кого-то больше успеха, у кого-то меньше. Но сказать, что Ивлеева не самобытна и не интересна, для меня, например, это вообще типаж не мой, за кем бы я следила. Но мне интересно следить за ней как за личностью, насколько она трагикомична в своем вообще амплуа. Ну, потрясающая история. И мне очень нравятся такие девочки именно тем, что они абсолютно органичные и настоящие. И в том, что они сумасшедшие трудоголики. Это история про трудоголизм, это история про цель, это история про какую-то внутреннюю мотивацию, которая наверняка была для того, чтобы совершать такой скачок. Но каждая из них начинала очень банально. И это не значит, что все должны быть мегапубличными или что успех это обязательно миллионная аудитория. Нет. У каждого из нас есть свое понимание успеха, но вы должны его найти и вы должны начать себя ценить. Успех это не признание со стороны, как я думала раньше. Успех это признание самого себя, потому что признание со стороны заслужить гораздо легче, чем признать самого себя, чем научиться ценить самого себя. А именно вот эта внутренняя вибрация и даст вам тот успех, который будет заметен уже и в окружении. Потому что до тех пор, пока вы себя абсолютно не цените, вы не можете сдвинуться. У вас шаг назад, два вперед. Очень много в жизни вещей мы воспринимаем с вами как должное. Все, что с нами происходит. У нас есть крыша над головой, это должное, нам платят зарплату, это должное, у нас рождаются дети, это должное. А представьте, вот у меня есть пара, например, которым я делала свадьбы, которые много лет не могли забеременеть. Они были богаты, у них все было, но они не могли забеременеть. И самым большим успехом в жизни таких людей становится рождение детей. А вы, может быть, по пять абортов сделали или нарожали детей и думаете, и говорите им, вот и беда моя, на шее меня объедаешь. То есть понятие успеха весьма относительно. И люди, как правило, например, у меня, я всегда привожу этот пример, я даже не знаю до сих пор жив ли этот человек или нет, когда-то мы с Сергеем познакомились с одним миллиардером. и он, у него был сахарный диабет, он ездил там с охраной, и каждый раз, когда мы с ним встречались, у нас было там встреч пять, он хотел купить один из объектов, Сергея, и мы встречались в ресторане, он уже всегда сидел за столом, когда мы приходили. вот, и, ну, я как-то не обращала на это внимания, и в один из дней так получилось, что мы и охранники нас попросили, значит, там, типа, первыми выходить, я сначала не поняла, а потом оказалось, что он не ходит сам, его несут за руки, то есть у него ноги, ну, как бы, или на кресле он передвигается, или так. У него был сахарный диабет, он всё время колол себе инсулин, и потом он мне как-то сказал, когда мы говорили за деньги, за что-то такое, и он мне сказал, ты знаешь, я бы, если ты готова со мной поменяться своим здоровьем, я готова поменяться с тобой своими деньгами, потому что деньги, это то, что я могу заработать, а здоровье я не могу купить, к сожалению, даже имея все свои деньги. И вот, вы знаете, такая интересная штука, я об этом думала, сколько бы вы заплатили за свою ногу, или за свою руку, или за свой голос, или за свой слух, ну, вам кажется, вы же не успешны, у вас же всё херовенько в жизни, но просто вдумайтесь, подумайте, это ли не успех, сколько возможностей, потрясающих, есть у каждого из нас, и чем мы паримся, на самом деле, вдумайтесь, насколько мы неосознанные, и неблагодарные люди, если, имея колоссальнейшие богатства, мы при этом чувствуем себя несчастными, если сегодня мы имеем доступ к интернету, возможность связаться с любым человеком, миллиарды возможностей, мы можем обучаться даже бесплатно, огромное количество книг, видеороликов, бесплатных тренингов, которые выкладываются, вот вам прямой эфир я веду, вы считаете, что это не ценная информация, о которой я сейчас рассказываю, вы не платите за это деньги, вы просто сидите, смотрите, а многие еще чем-то занимаются параллельно, и считают, что это фигня, мы совершенно не ценим то, что у нас есть, нам все время мало, а ведь этих возможностей не было еще каких-то там 20 лет назад, не было, не было никакого интернета, не было никаких мобилок, я очень, у меня дома телефона не было, я не могла связаться с родителями, могла выходить и стоять там зимой, чтобы дозвониться на телефон, этот циферблат набираешь, он срывается там, и ты на морозе стоишь, значит, не можешь связаться с мамой, ну, мы перестали это все ценить, человека появляется машина, вы знаете, для меня, наверное, настолько был вот этот запоминающийся путь, я очень далеко жила от дома, от школы и до, мне надо было полтора-два часа добираться, и очень много перемерзло в этих маршрутках, метро, я по сей день, когда сажусь в машину, каждый раз благодарю за то, что у меня есть машина, потому что это невероятное счастье, я вам хочу сказать, иметь машину, и даже не суть важна марка, а круто, когда она классная, потому что это две большие разницы, вот те, у кого есть машины, понимают, о чем я говорю, это просто фантастическая штука, и мы это не ценим, ничего, свои потрясающие возможности, а подумайте о том, что люди до сих пор, некоторые в селах, или в маленьких городах, они ходят пешком, водят детей в школу, или ходят пешком на работу, ведь очень многие вещи, которые нам кажутся абсурдными, они сегодня есть, а вы просто подумайте на секунду, что это вошло в вашу жизнь, поэтому, знаете ли, у нас есть очень много причин для благодарности, и для подмечания того, какие мы молодцы, я, например, на маму свою часто наезжала, но я ее очень благодарила, она родилась в городе Конотоп, в достаточно обычной семье, я очень ее благодарила за то, что она в свои 16 нашла смелость уехать, она уехала в Одессу, поступила там, потом начала ездить, не ездить, а ходить на судах международных, в плавание там на 9-10 месяцев, и, собственно, за счет этого круто сменила жизнь, потому что я бы могла там где-то сейчас в селе доить коров, ну, словно говоря, или работать там в каком-то местном продмагазине, поэтому это тоже есть успех, и моя мама, например, для моего успеха сделала огромное количество действий, хотя это тоже было очень непросто, поэтому я хочу вам сказать о том, что любой успех, это вибрация успеха, и для того, чтобы он к вам начал притягиваться, вам необходимо его излучать, и когда вы говорите о том, что мне негде его взять, я неуспешный, это абсолютная глупость, поэтому первое упражнение, которое я вам дала, создайте себе список ваших достижений, и каждый день читайте, и думайте об этом, добавляйте это, гордитесь этим, это ваш успех, это ваша маленькая вот такая снежечка, с которой начинается большой снежный ком, иначе зима, мне нравится это сравнение. Второй момент тоже очень важный, вы должны понимать, что каждая наша эмоция является определенной энергетической вибрацией, естественно, что я уже говорила в предыдущих эфирах, что эмоции, которые связаны с завистью, с обидой, с гневом, это вибрация, разрушающая нас и притягивающая в нашу жизнь еще больше ситуаций, обстоятельств, которые нас разрушают. Но есть и классные, позитивные, очень сильные эмоции, которые создают для нас потрясающую энергию успеха, становятся для нас плацдармом для успеха. Сейчас расскажу вам о нескольких из них. Одна из мощнейших, я об этом говорю все время, это благодарность. Это мощная вибрация успеха, когда вы благодарите себя, свою жизнь и людей, которые у вас есть, искренне наблюдая и замечая, что для вас делают. Благодаря себя за то, что у тебя есть крыша над головой, за то, что ты работаешь, за то, что у тебя есть дети, за то, что у тебя есть семья, за то, что сегодня что-то произошло, за то, что пришли к тебе деньги. У благодарности есть удивительная особенность, у этой энергии. То, за что вы благодарите, преумножается. А теперь вспомните такую замечательную фразу, которую вы иногда говорите, я благодарю за то, что мне жизнь дала столько испытаний. такие, знаете, у нас такое садо-мазо, клуб любителей сада-мазо. Я вот замечаю это. Поэтому очень полезно вести дневники благодарности, очень полезно делать практики благодарности и научитесь благодарить других людей за простые вещи. Очень часто замечала, у меня, кстати, тоже с этим проблема была, например, люди сделали что-то для меня, я им заплатила деньги, и я думаю, ну я же им деньги заплатила. Поверьте, вот эта благодарочка, которую ты лично получаешь от человека, она для тебя порой сильно ценнее денег. И когда вы искренне благодарите и показываете, что вы купили классный свитер, который вам понравился, или прошли классный тренинг, или вам очень понравилась коробка, в которой приехала книга, которую вы заказали, то верьте, это очень сильно людей вдохновляет, и они тоже испытывают эту классную вибрацию благодарности по отношению к вам, ведь им тоже очень важно, чтобы вам понравилось, они много для этого делают, поэтому вибрация благодарности мощнейшая сила, которая притягивает, во-первых, она залатывает ваши дыры, пробоины энергетические, во-вторых, притягивает. Второй момент, радость, ощущайте почаще радость, замечайте, ведь причин для радости много, смех ваших детей, снег, который пошел за окном, какая-то классная встреча с друзьями, какой-то хороший фильм, очень много причин для радости, но мы взрослые, нам некогда этому радоваться, у нас все надо, вот учитель сделал праздник вашим детям, а вы говорите, вот гад, учитель, он же деньги за это получает, или я учил плохо, вот я замечаю, что даже в родительских чатах нечасто люди пишут благодарности, куда чаще они пишут претензии, говорите слова благодарности, люди нуждаются в этом, согревайте, если вы хотите, чтобы вас благодарили, учитесь благодарить сами, вы заметите такую интересную вещь, вы начнете благодарить одних, а благодарность начнет приходить к вам от других, и вы, когда мы начинаем быть благодарными, радоваться, как-то поддерживать людей, мы начинаем больше вокруг себя наблюдать хорошего, мы же все время куда-то торопимся, спешим, бежим, я вот такая же, знаете, все быстро, 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 миллион дел, но это крайне важный момент, поэтому замечайте удовольствие. Еще одна очень мощная штука, вообще, кстати, есть такая история, а терапия радости, и людей, которые болеют, очень часто, ну не очень часто, а продвинутые медики, люди, которые работают со знанием, с альтернативными методиками, они выписывают им радость, радоваться не менее трех-пяти раз в день, потому что опять-таки мы не замечаем, мы находимся в неосознанном состоянии, мы замечаем только то, что нас раздражает, только то, что не то, только то, что не так, и, конечно же, когда мы это замечаем, мы притягиваем это в свою жизнь еще больше, и наше мышление опять-таки начинает, оно подтягивает все то, о чем оно думает, то есть, такая, липучка, поэтому радость, поэтому радость, да, еще одна классная штука это смех, вообще смех очень круто оказывает действие на наши клетки, и я не пробовала, но говорят, что очень классно, если ты чувствуешь некое недомогание, включать, находить какие-то классные стендапы или классные фильмы, и смотреть в позитивном ключе, у нас же любят все разрушения, войны, бу-бу-бу-бу-бу-бу, он его убил, кровью облил, поржать, что называется, я сколько раз замечала, что иногда в конце дня очень сильно уставшая, потом я с кем-то или по телефону поговорю, или попереписываюсь, и начинаю где-то ржать, да, что-то смешное, и очень классно становится, очень классно это все расслабляет, очень классно это все попускает тебя, смейтесь над собой, это тоже важно, смеяться над собой, не быть серьезным, не воспринимать все, ведь любую историю, которую вы услышите, можно воспринять как наезд в свой адрес, а можно воспринять с юмором, вот попробуйте облегчить восприятие жизни и восприятие других людей, мне иногда кто-то говорит, ты знаешь, вот они тебя сказали, там, я говорю, ну замечательно, а что, а этого не сказали, жалко, даже если люди брюзжат на меня, я вам вчера говорила в эфире, что эмоцию, которую испытывает человек, и она принадлежит ему, весь негативы, недовольство, зависть, злость, что угодно, которые испытывает любой человек, вы или по отношению к вам, принадлежит именно тому человеку, который ее испытывает, и разрушает это именно того, кто это испытывает, а не того, по отношению кому это эмоция, поэтому я всегда такие вещи воспринимаю с юмором, всегда стебусь над этим, всегда довожу это до абсурда какого-то, иногда там, ну когда бывают какие-то личные моменты, что там, вот она там увела там чего-то мужа, или там какой-то, ну такой бред, люди любят поговорить, я говорю всегда, смотрите, я вашего уведу, всех мужиков уведу, ну я люблю поржать, например, я в этом плане очень позитивный человек, и мне проще как-то вот все с улыбочкой, да, они все мой юмор всегда понимают, да, для многих людей это шок, что я могу настолько откровенно, весело шутить на какие-то темы, но, тем не менее, да, я могу, я могу дать отворот-поворот, тоже могу, могу по-злому пошутить, если человек не понимает, могу его жестенько поставить, но сама все это воспринимаю достаточно легко, потому что я прекрасно понимаю, чья это будет ноша, и я очень себя люблю для того, чтобы тащить на себе всякое, как бы, какашество, я сейчас нахожусь в потоке общения с огромным количеством людей, у меня спасибо огромное, очень много учеников, очень много потоков, очень много людей, которые пишут мне, говорят со мной, они меня все наполняют, у меня, ну как бы какашка это там один на тысячу, и мне в этом плане очень повезло, что я притягиваю именно таких людей, но я правда отдаю много энергии, но я многое получаю, поэтому я стараюсь вообще на какие-то такие негативные моменты даже не реагировать, и порой даже скучаю за тем, что как-то чувствую, что как будто бы позитива в моей жизни, позитивных и классных людей слишком много, я даже думаю, так, что такое, такое в шоу-бизнесе существовало, поверье, что если тебя никто не ругает, ты недостаточно популярен, вот, поэтому я за это начинаю иногда переживать, но тем не менее, относитесь ко всему проще, не набирайте на себя этот груз, фокусируйте, придумайте себе свою историю успеха, вот, кстати, вам еще очень классная практика, которую я могу вам порекомендовать сделать, напишите себе какую-то маленькую историю, небольшую, но ту, которую вы можете себе рассказывать каждый день о себе, о каком-то своем успехе, это может быть конкретная какая-то ситуация, либо это может какой-то промежуток вашей жизни быть, в чем бы то ни было, вашей цели, вашим желаниям, как вы себе это видите, и каждый день себе эту историю в голове проигрывайте, вот, вот этот пункт, прям добавляйте в него, знаете, как вот кино, будто бы вы кому-то рассказываете серию, и вы можете добавлять все время, вспоминая какие-то детали и нюансы, и сделайте это такой картинкой в своей голове, чтобы вы прям вот это все время видели, но небольшое, потому что, если вы себе всю историю жизни, вот как книгу мы пишем на рерайтере, вы ее не сможете прогонять каждый день 5 минут, а это сможете. Ваша задача приучить свой мозг к тому, кем вы хотите быть, к тому, чем вы хотите жить, к тому, какие жизненные ситуации вы хотите себе создать. Уставшая такая, плохо выгляжу, да, ну, такое бывает. Главное, чтобы вы у нас бодренькая была, с хвостиком бежали. Вот, всегда люблю, люблю людей. Ой, куплю себе 10 собак. Вот, поэтому приучите себя, пожалуйста, создавать вот такие себе истории. Они очень классно работают, очень круто в вашем мозгу крутятся, и у нас вообще наше сознание, оно очень сильно любит истории, да. Помните, мы как сплетничаем, а он, она, а ему, э-э-э-э-э-э-э, истории, истории. Вот, поэтому говорите и придумывайте себе истории. И, во-первых, вот, знаете, я вам все-таки отвечу, инстамамчик или папчик. У вас есть инстапапчик или инстапопчик? Вот такой, сделаю такой, инстапопчик. Огонь! Значит, ребят, если я спокойно разговариваю, то это не значит, что я устала. Это значит, что я человек, который может спокойно говорить. А инстахуйчик. Просто и скажут, опять смотрят дети. Расскажите детям уже что-то такое хуй, что вы уже спокойно меня смотрели. Вот. Истории очень любит наш мозг. И он это запоминает. И поэтому так классно, когда вы себе не просто пишете цель, которую вы завтра забыли, а когда вы себе рассказываете о себе историю с детальками, да. Ну вот я вам сейчас расскажу историю. Жил-был мальчик, и у него был маленький писюнчик. Такой маленький, маленький. Кстати, была такая программа, я соромлюсь своего тела. И там пришел мальчик и говорит, значит, у меня маленький писюнчик. А там в этой программе все показывают. Посмотрите на ютубе, они мне сегодня рекламу проплатили. И представляете, показывает его писюнчик. Я думаю, ну что ж такой маленький писюнчик? Слушайте, ну он вообще прям реально такой вот. Такой. Милашка. Я не помню, но ему, наверное, нарастили писюнчик. Но не важно. И вот представьте себе, что пришел этот мальчик и подумал, писюнчик такой мне все равно не нужен. и отрезал его. Но очень хотел быть популярным. Но он не мог в Инстаграме показывать свой писюнчик. Поэтому он его пришел на глаз. И теперь я хочу, чтобы сегодня весь вечер думали о мальчике, у которого вместо глаза писюнчик. Самое поразительное, что эту историю вы будете помнить еще очень долго. Потому что наше сознание мыслит картинками. И все, что вы себе укладываете картинками, а не просто описанием, вы начинаете запоминать. Так придумайте о себе офигенную историю. Придумайте то, что вам приятно будет о себе рассказывать. Придумайте то, что вас будет зажигать. Придумайте то, что вы можете добавлять. У писюнчика ему потом ресницы стали красить. Ну подумали, что за писюнчик глазик? Он же все равно глазик. Ну пусть писюнчик, но глазик. А ему реснички нужны. И смотрите, у него появились реснички. Хлопай ресницами и взлетай. Это хорошо, что не у него был один писюнчик. И так бы не у него было. И он, короче, потом набрал миллион подписчиков за день. Стал самым богатым человеком в мире. А вы вот знаете, какой? Размер ничего не решает. Главное, это место. Будьте веселее, ребята. И будьте нормальным. Да, и тут устава понесло. Это, знаете, когда-то была с Анфисой Чеховой программа, что-то там, я уже не помню, как она называлась. Но это, короче, будут мои ночные сказки. Я буду делать эфир после 12 и рассказывать вам всякую пошлятину. Поэтому придумывайтесь эти истории, можно не прописюнчики, про ваш успех. Ваш мозг всё время должен видеть вас успешным. Он должен видеть повсюду успех. Он должен хотеть видеть успех. Он должен вас тянуть в успех. Он должен перестать бояться всего, что связано с вот этой вибрацией успеха. И если вы начнёте сознательно это контролировать, то первое, что вы обнаружите, что люди, которые вас окружают, оказываются своими мозгами вообще находятся на дне, там, где были недавно вы. Это такой удивительный момент, потому что ты замечаешь, как много всего крутого и контраст становится разительным. И иногда некоторые рерайтовцы мне пишут, что когда они приходят домой или к родственникам на какой-то разговор, они хотят оттуда сбежать, потому что это настолько режет им по ушам, что они просто не могут понять, как это. Ведь ещё месяц назад я мог сидеть нормально себя чувствовать, что произошло сейчас, почему так, но тем не менее это процесс роста. Ваша задача, вы должны понимать, что вы всегда выбираете, какую жизнь вы хотите жить, кем вы хотите себя окружать, что вы хотите, чтобы было в вашей жизни. Всё, что вы имеете, вы имеете по собственному выбору. и да, всё, что сейчас у вас есть, это ваш выбор. Просто до этого момента он был неосознанный, вы не понимали, что так можно. А теперь я говорю вам, что да, так можно. И над этим необходимо работать. Мало само по себе знание этого ничего, к сожалению, вам не даст. но работа и пропитывание этим дадут многое. Поэтому я, конечно же, требую настоятельно всем приходить в рерайтер. Потому что в рерайтере есть я. Может быть, где-то кто-то ещё чему-то классному учит, наверное. Я не знаю. Я знаю, как учу я. Я знаю, как я работаю. Я знаю, что делаю я. И я уже имею более тысячи людей, за которыми я наблюдаю. И я вижу, что это работает не только у меня. Поэтому я, конечно же, продолжаю зазывать вас на свой марафон рерайтер жизни, где мы с вами начинаем наши первые шаги. И затем у нас есть бесконечное количество возможностей. Сейчас уже много есть после рерайтера клуба, в движении, где вы можете находиться с другими людьми, где мы продолжаем обучение, где мы делаем ментальные практики, где мы со всем этим знакомимся. Тут история сейчас, вот мне, знаете, нравится, не важно что, важно с кем. Вот я хочу, чтобы люди приходили ко мне с четким доверием и пониманием того, что они получат от меня то, что им нужно. И тогда я вам точно могу помочь. У нас следующий поток стартует 2 января. Это уже, кстати, не так долго осталось. Мы специально 1 января дали возможность, конечно же, людям поспать. а может быть и не поспать, а просто потусить. А со 2 января у нас стартует марафон. Плюс 29 декабря я продолжаю анонсировать мастер-класс, который называется Супер Год. Это будет очень крутой мастер-класс, учитывая, что он будет идти не менее трех часов, но при этом у него очень маленькая стоимость и огромное количество упражнений, техник и всего того, что я буду вам давать, для того, чтобы вы научились работать со своим сознанием, подсознанием в контексте тех целей, которые вы хотите себе ставить, для того, чтобы вы перестали обманываться, для того, чтобы вы перестали, как я называю, мастурбировать свой мозг, считая, что что-то вы там накалякали для чего-то и пусть как-то будет. Вы можете изменить за год свою жизнь до неузнаваемости. Это абсолютная правда. У кого-то процессы идут быстрее, у кого-то медленнее, это индивидуальный момент, но 2022 год придёт и для тех, кто будет работать, и для тех, кто не будет со мной работать. Вот это факт. Но это будут разные, абсолютно разные жизни у этих людей. Потому что я себе всегда говорю об одной и той же истории. Время всё равно пройдёт. Каждый раз, когда я думаю, ой, ну это так лень, или я приду потом, я себе думаю, блин, когда я приду потом, я уже на это потом могла бы иметь совершенно другой результат. Поэтому спешите вы жить или не спешите вы жить, хотите ли вы менять свою жизнь или не хотите, думайте сами, решайте сами. Я очень благодарна за то, что вы смотрите мои эфиры, за то, что вы записываете и хвалите их. Но ещё раз повторяю, эфиры — это хаотика, эфиры — это отдельная информация, которой у меня очень много. Наша задача структурирована, вогнать в вас то, что необходимо для того, чтобы запустить процесс изменений, и вы могли не просто получать информацию, а вы могли меняться. Вот с этим я вам 100% могу помочь. Абсолютно уверенно заявляю. на данный момент я сама активно веду все марафоны, я сама везде отвечаю, никакие помощники, никакие левые лапы в контексте рабочих наших моментов, то, о чём я говорю, там они оплат, везде я. Я не знаю больше таких марафонов массовых, где человек бы не убегал в сторону, где-то и не говорил, мои помощники вам все ответят. Нет, нету никаких у меня помощников в этом плане, потому что всегда такое обязательство и на данный момент, сколько меня уже не отговаривает мой супруг эти вещи каким-то образом начинать или ставить в отдельные ценники или как-то автоматизировать, я сказала, что не будет этого. Хочу оставаться. Всё, спасибо всем огромное, у нас сейчас будет с вами заканчиваться эфир, я вас как всегда попрошу оставить парочку хороших комментариев, если вам понравился этот эфир, чтобы его увидело большее количество людей, конечно же, мы в этом с вами заинтересованы, ссылка на марафон рерайтер жизни есть у меня в профиле, ссылка на марафон, не на марафон, а на мастер-класс супер год есть у меня в сторис, или можно написать мне в директ, если вы не можете найти, я вам её обязательно пришлю. Всё, всем обнимаю, не забывайте про мальчика с ресницами, пусть он вам приснится. Всё, всем пока!